Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на игровой монитор от компании MSI. И это самое настоящее произведение искусства. OLED-матрица, широкоформатный, высокая герцовка, и в общем максимум технологий в одном решении. Давайте будем вместе разбираться, как это все работает. Полное навинование модели данного монитора от MSI вы сейчас видите перед собой на экране. Давайте начнем с внешнего вида и далее пойдем уже по характеристикам. Задняя сторона стильно, выполнено максимально все футуристично, дорого, по-геймерски. И знаете, мне нравится. То есть черное с золотым сочетанием, это действительно то, что будет удивлять и радовать вас каждый день в плане дизайна. Но, конечно, по эргономику никто не забыл. Есть отдельно у нас отверстие для того, чтобы вы могли продеть туда кабели. И таким образом, вот ваш кабель менеджмент от монитора был максимально нативный, удобный. И нигде, в общем-то, ничего не болталось, не торчало, а монитор был эстетически привлекательным. С правой стороны у нас находится многопозиционный джойстик, очень удобный в плане управления. История, а также кнопка включения и кнопка KVM, которая позволяет использовать один набор клавиатуры и мыши для разных компьютеров, подключенных к вашему монитору. Например, для ноутбука, планшета и стационарного ПК. Ну и логотип MSI, конечно же, сбоку тоже присутствует. Но не только он, а еще и USB-хаб на два USB Type-A третьей версии, а также выход на наушники и отдельно выход на микрофон. Задняя стеночка у нас вот так вот открывается, и там находятся порты. Что у нас по портам? Ну, понятное дело, что это два HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AppStream, это, соответственно, подключение USB-хаба от вашего ПК, и порт 3,5 мм для звука. Ну, HDMI у нас, понятное дело, в последней версии 2.1. С обратной стороны у нас находится порт питания. Ножка может менять высоту, очень удобно. Ну и, конечно, положение пространства по наклону вы тоже можете менять. Что касается меню, то оно максимально интуитивно понятное. У нас есть возможность выставлять автоматическую яркость. Для этого есть датчик освещенности по центру. Удобная функция, особенно с OLED, будет меняться в зависимости от вашего освещения. Ну и, конечно, вы максимально детально можете настроить монитор. Есть и софт для ПК, чтобы обновить прошивку и все настройки использовать именно в мониторе с ПК. Но я ретроград, мне нравится, когда вот так вот на мониторе можно все эти дела настроить и получить максимум удовольствия от использования. Просто потому, что все интуитивно понятно и удобно. Тут как раз тот самый случай. Давайте с вами поговорим про технологии, которые здесь внутри установлены. У нас это ультра широкий формат, то есть соотношение сторон 21 к 9, разрешение 3440 на 1440 пикселей, а диагональ 34 дюйма. Передовая технология OLED, QD OLED, называется. Кривизная экрана, кстати, 1800R. И это действительно круто выглядит в режиме реального времени. Возвращаясь к QD OLED матрице, это немножко другой формат OLED, за основу взять синий свет, который преобразуется в красный и зеленый слоем квантовых точек. Это расширяет цветовой охват и обеспечивает глубокий черный, который, в общем-то, и присущ OLED матрицам. Еще одним несомненным достоинством экрана QD OLED является его время отклика. Оно составляет всего 0,03 мс в G2G формате. 175 Гц у нас время обновления самого экрана, что, конечно, тоже не может не радовать. Delta E меньше 2, QD Premium Color технология применяется. Таким образом, 10-битная кодировка цвета на месте, ну и, конечно, действительно крутая цветопередача. VESA Certificated, Display HDR 400, True Black технологии тоже здесь добавлены. И это позволяет нам получить идеальный черный и ту самую сертификацию для того, чтобы у нас с вами HDR был по-настоящему крутым и выглядел так, как он и должен выглядеть. Технология Adaptive Sync, AMD Free Sync, Premium Pro, проще говоря, на месте. Таким образом, никаких разрывов кадров и вот этих всех моментов не будет. Здесь 175 Гц, камон! Это действительно крутой показатель. Плюс, все это еще и имеет антибликовое покрытие. Кстати, очень круто, заметьте, никакого даже намека на то, что на экране сейчас есть отцветы от ламп, трех ламп, на секундочку, которые светят на данный монитор с трех разных точек, нет. И это, на самом деле, большая и серьезная работа, проведенная для достижения именно подобного показателя. White Color Gamut, точная цветопередача на месте, все откилиброванное, причем это киберспортивные игровые мониторы, в общем, только способны отображать такое большое количество оттенков, при этом сохраняя все свои свойства, именно киберспортивные, которые должны быть для нас с вами, геймеров, приоритетными. Ну и, кстати, опять-таки, да, подобная матрица, еще и контент позволяет смотреть легко и непринужденно. Фильмы, сериалы, HDR будут тоже смотреться невероятно круто. Как вы заметили, внизу еще и присутствует подсветка. RGB, это синхронизированная подсветка Spectrum Bar. Вы можете на мониторе синхронизировать ее с ПК и таким образом добиться единой такой стилевой гаммы. Для игр данный монитор будет отличным решением. Вы действительно кайфанете от каждого тайтла, неважно, это будут какие-то сетевые баталии, либо это будут, на морот, сюжетные игры, неважно. В каждом конкретном случае вы получаете тот самый максимум. Он подойдет для работы с контентом. Наверное, чуточку в меньшей степени, просто в силу его именно геймерской направленности, но все-таки, если вы работаете с контентом, то это другие мониторы. Но если хотите получить универсальные решения, то вам однозначно сюда. Во всяком случае, для меня это оказалось один из, наверное, самых интересных в плане соотношения цена-качество мониторов. Подобного уровня их, в принципе, не очень много, но так, чтобы они действительно помогали тебе во всех рабочих процессах, и в развлекательных в том числе, вот это встречается еще реже. Поэтому от меня рекомендации, но давайте обо всем подробнее уже поговорим в итогах. Что получается по итогам? MSI создали действительно универсальный монитор с точки зрения того, что при ежедневной эксплуатации он показывает себя наилучшим образом. OLED-матрица, это всегда круто. У вас максимальный показатель по цветам, у вас черный по-настоящему черный, у вас бесконечный показатель по контрастности, плюс высокая герцовка, и, конечно же, все это с действительно большим монитором на 34 дюйма широкформатным. Играть аналогично одно удовольствие. Большое количество портов, технологий внутри и так далее. Да что там говорить, вы сами все понимаете. В общем, от меня реально рекомендация, потому что это решение для тех, кто хочет получить вот прямо здесь и сейчас крутой, по-настоящему крутой игровой монитор. А, главное, цена смотри по ссылке в описании. Если смотришь на YouTube, продублируйся в прикрепленном комментарии. Большие пальцы вверх ставим, на канал подписываемся там, где смотрим, нажимаем на колокольчик два раза, если смотрим видео на YouTube, и, конечно же, переходим по ссылке в описании, либо чекаем QR-код на экране в наш Телеграм-канал. Много крутого бонусного контента, эксклюзивные скидки, предложения, бонусы, акции, все там. Нас уже более полумиллиона, с наисчастью нашей большой и дружной семьи. Уверен, ты не пожалеешь. Много мы не пишем, не спамим, опубликуем только самое интересное и полезное для тебя.